Увольнение главного эндокринолога города Олега Поповича обеспокоило севастопольских общественников. Председатель организации объединения инвалидов диабетик Светлана Алифер считает, что специалиста уволили незаслуженно. Директор департамента здравоохранения правительства города Антон Бахлыков объяснил, почему было принято такое решение и какие претензии предъявлены к работе Олега Поповича. Напомним, 1 ноября заведующий эндокринологическим отделением 2-й городской больницы был освобожден от должности главного эндокринолога. 15-16 год в городе нет эндокринологов. На весь город 3-4 эндокринолога. Терапевты не всегда могут дать квалифицированную помощь, особенно инсулинозависимую. Антон Бахлыков рассказал, что у департамента здравоохранения накопилось достаточно много претензий к работе главного специалиста эндокринолога. Но главное, подчеркнул директор департамента, пострадали инсулинозависимые пациенты. Это была уникальная ситуация, когда мы трижды не могли получить отчет главного эндокринолога. Из 11 тысяч получающих у нас в регистр введено было менее 2 тысяч. Вы знаете, хотя мы регистр дали ему персональное задание в июле сформировать заявку. Из тех людей, когда был скандал по тест-полоскам после ПЭП, вы же знаете, из них 80, не ошибаюсь, умерли еще год назад. Они были включены в заявку. Севастополь имеет худший показатель по лечению диабета. А уровень смертности в 4 раза больше, чем среднероссийский в сельской местности, сообщил Антон Бахлыков. Что самое страшное, мы, во-первых, главный специалист даже не знает структуру и осложнений. Он не делает обходов там, где лежат его больные. Ни одного обхода не было, мы его спросили. И когда я увидел смертность от комы в 21 веке в городе, в клинической больнице, то есть они могут компенсировать состояние, люди умирают. Директор департамента здравоохранения отметил, чтобы свести к минимуму все сомнения в том, правильным ли было решение уволить главного эндокринолога, будет проведена специальная целевая экспертиза, которая покажет качество оказанной им помощи.